Сегодня в мире Майнкрафта мы станем настоящими магами! Хвост койота, не спеши, на канал ты подпишись. О, сработало! И для использования наших магических способностей нам потребуются специальные магические жезлы, которые будут нас наделять удивительными способностями. Но не разрушу ли я мир, используя магию? Смотрите до конца и вы всё узнаете. Но остаётся всего один вопрос, а как мы с вами вообще это будем делать? Но это всё очень-очень просто. Для начала нам бы с вами хотя бы одно дерево найти. Да, мы тут с вами его не найдём. Хотя нет, вижу уже одно дерево и вижу как раз-таки одного из претендентов, которого мы пустим на всё это дело. Звучит на самом деле как-то жутковато, но на деле всё будет намного-намного лучше. Готово! Теперь нам нужно с вами сделать верстак, сделать себе палочки. И, кстати, в принципе, уже всё. Палочки нам как раз-таки потребуются. Делаем себе топорик. И теперь отправляемся на поиски этих курочек. Главное, чтобы мне сейчас повезло, и с них выпали пёрышки. Жалко вас, конечно, нельзя подстричь, я бы вас полностью обстричь. Хотя, мне кажется, все бы испугались лысых куриц. Ну да ладно. О, спасибо. И нужное количество у нас уже с вами есть. Хотя нам с вами потребуется всего лишь три пёрышка, но что у нас с вами получится из этого, пока что неизвестно. И ещё палочки заберём, на всякий случай. И крафт у нас выглядит таким образом. Палочки по серединке снизу. И пёрышки добавляем, как будто хотим сделать, не знаю что, двухзубчатая вилка? Ну, похоже, в принципе. И у нас с вами получается книга знаний. Окей, забираем и... Жезл левитации? Эм, окей. И сразу же давайте, наверное, проверим, как он работает. Если это жезл левитации, который, в принципе, перекрывает весь экран... Ну ничего, он просто реально здоровый какой-то. То мы с вами без проблем сможем туда забраться. Вы не видите, а я вижу. Вон туда вот надо. Давайте испытываем это как нюти. Да, мы с вами подлетаем. Ну ладно, мы с вами немножко не долетели. А если мы сделаем вот так? Ну-ка. О, отлично. И мы с вами сюда забрались. Отлично. Тихо-тихо-тихо. У нас ещё с вами действует плавное падение. А долго ещё? А, нет, закончилось уже. А вот теперь спускаться будет очень и очень опасно. Ладно, у меня есть идея. Используем жезл. И просто давайте... К воде, к воде, к воде. Нам хватает. Плапное падение на 3, 2, 1. Окей, мы с вами успели. Это уж думал, будет что-нибудь опасненькое. Но нам с вами желательно уже начать делать какой-то новый жезл. Только для этого нам с вами потребуются уже совершенно другие ресурсы. Самое простое это пёрышки было добыть. Дальше пойдут ягодки. Не знаю, при чём здесь ягоды. Потому что ягоды вообще не будут использоваться. Но какая разница? И тут, кстати, есть железо. Железо нам с вами тоже потребуется. Ну, вообще для того, чтобы добывать остальные ресурсы. Как раз-таки один из них это золото, которое мы с вами должны добыть. Хотя бы одну штучку. Поэтому заготавливаем сейчас себе побольше булыжника. Делаем побольше себе палочек. Сегодня их очень много потребуется. Делаем каменную кирку. И делаем заодно сразу же печку. А вот только вот с угольком. А нет, с угольком никаких проблем не будет. Он тоже рядом находится. Что у меня с голосом опять случилось? Я не могу понять. Я и так уже замечаю очень много комментариев. А как? И у тебя что, голос изменился? Многие даже решили то, что у меня он наконец-то сломался. Очень смешно. Я над этим посмеялся. В принципе, такого количества мне хватит. И добываем теперь железо. Мне главное, чтобы здесь было нужное количество. И нет. Да, не везет мне что-то. А где мне тогда еще железо-то находить? Да, мы, конечно, могли бы сходить в аванпост разбойников. И, возможно, мы там нашли бы что-нибудь. Но пока что точно нет. Я уже вижу, что там нет голема. Так что зачем мне туда? Железо 100% там не будет. А вот в этой деревне уже мы с вами найдем голема. Голем, ты не обессудь. Но мне нужно просто это сделать. Ты потом мне еще спасибо скажешь. Угу. Вот ты где, мой маленький. Давай я не буду тянуть кота за хвост, поэтому... А, все, бежим, бежим от него. Кстати, тут есть полезные домики. Надо будет потом еще зайти. Э. Э. Ты что? Он меня киданул, смотрите. Забайтил меня. Пошел за мной. И по итогу пропал. Ты что, реально застрял? Э, э, э. А, а, все, 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 активизировался он. Он меня реально обманул, что искусственный интеллект подтянули уже. Отлично. Четыре железа. Нормально. Но все равно вот это я переплавлю все-таки. Делаем себе железную кирку и теперь остается только золото найти. Ну, кстати, возможно, в этой деревне мы с вами его тоже сможем найти. Может, в каком-нибудь домике что-нибудь прячется. Коженый шлем. Ладно, заберем. Э, здесь, э, здесь ничего. Точно? Вот ты по-любому от меня все прячешь. Я знаю это. Окей, получается, в этой деревне мы с вами ничего путного не найдем. А вот в шахте нам должно куда больше повезти. Где золото, только скажите? Вижу медь, видел железо. Но железо мне вообще не надо пока что. Ну, камон, мне нужно всего лишь одно золото. Я не верю, что Майнкрафт мне не сгенерировал хотя бы одно орудное золото. Это либо издевка с его стороны, либо... Окей, золото все-таки есть. Забираем. Все, одной штучки хватает. И давайте прямо здесь тогда переплавим. Закидываем. Ах, не могу я оставить это золото. Ну и не надо мне его добывать. Сложный выбор передо мной. Либо обогатиться, либо не тратить время. А золото переплавилось? Да, переплавилось. И почему... А, нет, стоп. Мне надо три золотых слитка. Я тупанул. Зачем я печку сломал? Я целый уголь на это потратил. Ладно. Ну, не всегда я был умным. Теперь я надеюсь, я точно не затуплю. Точно хватает? Ну да, хватает. Теперь можем спокойно скрафтить новый жезл. Для этого используем три золотых слитка, а также палочки. Получается книга знаний. Но это все обман. Ведь это золотой жезл. Такс, а вот как он теперь будет работать? Окей. Давайте тогда здесь проверим. Может, золота сейчас будет очень много. Ну-ка. Э. Чё? Нифига себе! А. А. Ладно. Ладно. Это, походу, очень крутая броня. Золотой меч на бич ленистоногих 4. Заговор огня 2. Отдача 2. Добыча 2. Острота 3. Небесная кара 5. Жалко, конечно, нету починки, но, кстати, здесь есть очень много железа пригодится. А это мы сломаем. Да, четвертый уровень. Но я теперь хочу проверить этот золотой меч. Как он вообще будет работать? Только для начала, наверное, лучше подняться наверх и проверить на каком-нибудь обычном мирном мобе. Кстати, о мирных мобах. Привет, курочка. Пока, курочка. И сколько нам выпало? Одна жареная курица. Нормально, все-таки поджигание нормально работает. Даже очень полезно. Теперь у нас с вами есть хотя бы еда. Не-не-не, я хочу собрать побольше, мне это пригодится. И меч, кстати, ломается точно так же. Жалко, конечно, что он не неразрушимый. Двойное отрицание. Это что? Правильно. Это всегда хорошо. В принципе, этим мечом я доволен. И самим жезлом тоже. Правда, я надеялся, что нам будут давать золотые блоки, золотые слитки. И вообще было бы все шикарно. Но, похоже, нам дают только броню. Да? Ну да. Кстати, надо меч, наверное, обновить на всякий случай. Вот так вот. Нормально. Два жезла у нас уже с вами готово. Поэтому нам бы с вами приступить к крафту третьего. Только для него нам нужно будет немножечко потрудиться. А именно, найти пустынную пирамиду. Либо же каким-то образом скрафтить все эти интишки. Кстати, в тех сундуках, кажется, был порох. Жалко, конечно, нету починки. Но, кстати, здесь есть очень много железа. Ну да. Тогда остается только один вариант. И искать пустынную пирамиду. Вряд ли она здесь, конечно. Но там есть изумруд. Изумруд мне не нужен. А вот и пирамида. Нам будет достаточно всего лишь трех ТНТ. А так как в пустыне находится девять, остальные шесть мы с вами пустим на развлечение. Вот такой вот я веселый человек. И здесь у нас... О, золотое яблоко пригодится. Еще одно. Кстати, нам дали очень много пороха. Мы, по сути, весь этот порох и песок можем потратить на что? Правильно, на создание еще ТНТ. Но борзеть нам не стоит. Поэтому забираем все нужное и просто валим отсюда. Без лишних предметов. Теперь остается всего лишь все это скрафтить. Мы с вами берем одну палочку, берем три ТНТшки. Сюда, сюда. И у нас с вами получается книга знаний. Но это жезл ТНТ. Так, сы, как он работает? Давайте, например, вот здесь проверим. Это было страшно. Ну-ка еще раз и просто с неба падает ТНТ. Чего? Нормально так. Окей, этот жезл, мне кажется, можно будет оставить, если надо будет с кем-то подраться. А получается довольно-таки неплохо. Огромную площадь просто ломаем. Но сейчас, к сожалению, этот посох я не могу использовать. Просто ненако. Хотя, если попробовать дождаться ночи, можно будет посмотреть, как вообще все враждебные мобы будут реагировать на него. Мне кажется, никто из них не выживет. Ладно. Дождемся просто ночи здесь. О, кстати, здесь есть... Тихо. О! Пустынная деревня. Туда надо. Кстати, опять. Моя теория подтверждается. Пустынная пирамида всегда рядом с пустынной деревней. Запоминайте. Я вам фигни не посоветую. Хотя это был не совет, это моя теория. Распространяйте ее просто. Вот здесь как раз-таки мы с вами и дождемся ночи. Кстати, тут есть снопы сена. Хотя мне еда вообще сейчас не нужна. Но снопы сена все равно нам с вами потребуется. Надо только какой-нибудь домик занять. А, здесь даже кровати нет. Я туда не пойду. На снопах сена я тоже спать не буду. Дайте мне лучше кровать где-нибудь. Вот здесь. Давай. О, спасибо. Ну все, остается дождаться ночи. A few moments later. Ночь уже наступила, и я вижу скелетов. Но со скелетами, если честно, как-то опасно тягаться. Мы что-нибудь нормальное нашим ТНТ-жезлом ничего не сможем им сделать. Они просто даже не дадут подойти. А вот эти вот молодые люди уже могут кое-что проверить. Э, посмотрите, как вам ТНТ... Чего? А ну-ка, еще, еще, еще больше. Опа. А. Э, оно даже не долетает. Стоп. О, нормально. И мы этого паука просто изничтожили. Нормально так получается. Давай тогда ты сюда. Опа. Давай, давай, давай. В нужное место. Сюда. Прям точечно в него попали. Со скелетами и пауками мы, в принципе, справляемся. А если с хасками? Ну-ка. Фу. Нормально. Хорошо, что это были не хаски, а хаск. Давай еще раз, еще раз, еще раз. Ё-моё. Давай, 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 давай. А, нет, опять не задело. Ладно, ладно, несколько сразу запускаем. Давай, 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 давай. Да хоть один-то должен был долететь. Хотя хаска того все-таки взорвали. Нормально, еще и этих подорвали. Э. Ты что? Ты что? Уйди, 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 уйди. Да, нормально, еще и охотника на монстров дали. А, хотя... Стоп. Я ж до этого их уничтожал. Похоже, только сейчас решила мне все это дело засчитать. Блин, становится уже очень-очень опасно здесь. Но, кстати... О, стоп. Мы можем с вами кое-что сделать. Мы можем с вами кое-как себе помочь. Только для этого нужно быстрее забежать хоть куда-нибудь. Защита хоть какая-то нужна. Быстрее в домик, быстрее. Ай. А вот в попу стрелять было не обязательно. Подстрелили. А, не, мне в голову попали. Что-то у меня какие-то странные мысли в голове. Ставим нашу печку. Крафтим наш верстак. Эм, похоже, реально что-то не так с головой. Книга знаний превращается у нас в жезл защиты. Когда во второсипедной руке 20 максимального здоровья. А, чё? Ну-ка, стоп, подождите. 20 хп, серьёзно? А когда мы с вами берём в основную руку, у нас с вами сразу же увеличивается скорость. Стоп, 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 стоп. Нам какие-то эффекты, что ли, дают? Или это эффекты от самого предмета? Стоп. Скорость атаки, урон, диапазон преследования моба. Всё здесь изменено и, в принципе, нормально работает. А активировать? А, мы можем с вами это ещё активировать. Стоп, у нас с вами сколько големов. Стоп, 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 стоп. Ё-моё, сколько мы с вами железа сейчас можем добыть. Хотя, стоп, подождите. Мы можем с вами, например, вот так вот это всё дело объединить и... Ё-моё. Этим железным големом точно не сдобровать. Ну-ка, ещё раз. Давайте, давайте. А, нет, ни одного ещё не уничтожил. Да, блин, давай, немножечко осталось. О, всё, наконец-то. Правда, зачем мне вообще железо было нужно? О, опасно. Опасно. Мне железо вообще не нужно было. Зачем я вообще это делал? Ну, а жезл Тинти мы с вами ещё раз проверили. И работает он шикарно. Правда, теперь мне бы утра дождаться. Хе, нормальный. Это не я тебе с домом сделал. Спокойной ночи. Четыре жезла у нас уже с вами есть. Но есть ещё один, который мы с вами до сих пор не сделали. А сделать его надо, ведь он достаточно мощный. Но для этого нам с вами сейчас потребуется добыть всего лишь один сноб сена. Я же говорил, что они нам потребуются. Говорил. Вот именно. Я вас не обманул. И теперь начинаем делать жезл. Для начала делаем себе пшеницу, делаем себе три хлебушка. И закидываем таким образом. Добавляем палочки и забираем книгу знаний. Вы просто на это посмотрите. Я боюсь даже давать этому название, но в принципе есть одна идея. Почему бы не назвать это хлебный жезл? Я просто даже название не хочу смотреть, а то интригу себе сломаю всю. Просто сейчас проверим, как он будет работать. Нажимаем. А! А! Стоп! А! У нас появляется шофот из снобов сена чего? Стоп, 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 стоп. Есть одна идея, есть идея, которую мы с вами должны реализовать. Так, давай, заканчивайся, заканчивайся. Жезл левитации. А! Нифига себе! Стоп, стоп! Нифига себе, что мы с вами можем делать? Мы с вами можем объединить два этих жезла. И смотрите, что происходит. Ам... Слушайте, а как мне спускаться? Закончись уже! Ё-моё! Долго это всё будет создаваться вообще или нет? Что это вообще? Эм... Ладно, ладно, жезл левитации, погнали. А, да нет, мне ещё выше, а ниже надо. Я спускаться-то буду целую вечность. Хотя подождите, у нас с вами... Э, нет, нет, нет. Ну, ладно. Благо я хотя бы на кроватку прилёг. Мы с вами всё это теперь, по идее, можем добыть. У нас же есть с вами жезл ТНТ. Что произойдёт, если мы с вами вот здесь, например, заспавним? И ТНТ летит, уничтожает всё. И... Ладно, как-то мало уничтожило. Хотя подождите, сколько снопов сена? Ну-ка ещё раз. Уничтожай. Нормально. Мне просто даже интересно, насколько мы с вами всего так можем собрать? Ам, мы... Ё-моё! Такс, сейчас у меня включается один интерес. Я выкидываю абсолютно всё отсюда. И делаем таким образом. Снопы сены. Так, так, так. И всё, у меня инвентарь забит. Да, мне кажется, зря я это сделал. Зато очень много пшеницы. Кстати, хотите, скажу кое-что по секрету? Всем спасибо за просмотр. Пока!